Почему привозные товары на полках наших магазинов зачастую дешевле местных? Как устроились в республике беженцы из Украины? И кто виноват в срыве контрактов в сфере госзакупок? Таким насыщенным было еженедельное совещание правительства. Правительство приглашает вашим. Понедельник, как известно, день тяжелый. И первый вопрос в повестке совещания настроение участникам явно не улучшил. Речь о госзакупках и госзаказах. В этой сфере, кроме законов рыночных, действуют еще принятые федеральные. И соблюдать их хотят не все. В первом полугодии текущего года проведено 435 проверок, в том числе 11 плановых и 424 внеплановых. Всего было возбуждено 9 дел об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму 29 тысяч рублей. Штрафы исчисляются тысячами, а вот объемы госзакупок миллиардами. За первое полугодие это более 2 миллиардов рублей. Особое внимание уделяют закупкам продуктов для питания дошкольников. Нарушения выявили в Шумерли, Батаровском и Мариинско-Пасадском районах. Главная цель контролирующих органов – проследить, чтобы контракты заключались на конкурсной основе с теми, кто предложит лучшее сочетание цена-качество. И бюджетные деньги расходовались эффективно. Впрочем, иногда эффективность зашкаливает. То есть поставщик продукцию предлагает слишком дешево, что тоже вызывает подозрения. При закупке овощной продукции бюджетная эффективность достигла до 40,7% и голедяной первой категории до 45%. Возникает, конечно, вопрос о качестве таких продуктов. Хотели как лучше, а получилось как получилось. Бывает, что победитель торгов срывает сроки, а то и вовсе исполнение контракта. С таковыми приходится судиться. Нередко безрезультатно. Один из ярких примеров – полигон ТБО в Новочебоксарске, за который взялась уже печально известная компания «Парнас». Мои помощники по правоохранительной деятельности спят на ходу, значит, контрольное управление спит. Министерства, которые отслеживают, спят. А администрации города Новочебоксарск ничего не делают. А у «Парнаса» скоро ничего не будет на него, значит. Миллионы с долгами. Там садик не вел, в другом месте садик не вел. Соответственно, на меня наезжали, что я необоснованно прессую или оказываю давление на эту компанию «Парнас». Вот, пожалуйста, факты. Кошелька государственного перешли к кошелькам рядовых потребителей. Глава республики отметил, на полках наших магазинов можно встретить охлажденное мясо птицы из соседних регионов, которое стоит дешевле местной продукции. И, судя по всему, неспроста. Сегодня гостовская птица охлажденная, она по цене равная. Вы представьте, возить оттуда, сколько километров? Это логистики, это расходы. Плюс ниже Новгорода оттуда еще 250 километров. А потом она оказывается продажей дешевле, чем наши птицы. С чего? В рыночной экономике всего меньше, я думаю, или, по крайней мере, полагаю, дешевле из-за того, что срок просрочен. Переставили даты изготовления и все остальное, и выбросили на рынок. Итак, представители Минэкономразвития, Госслужбы по конкурентной политике, Роспотребнадзор и других профильных ведомств получили пищу для размышлений. Тем временем министр здравоохранения и социального развития читалось, как в республике принимают тех, кто бежал от войны. 19 числа, в субботу, к нам прибыла новая группа в количестве 21 человека, в том числе пятеро детей. Значит, все они размещены на сегодня в гостинице курортная. Вчера и позавчера с ними полностью проведены все мероприятия по медицинскому обследованию. Вчера работала миграционная служба. Все эти люди, отметил министр, прибыли уже по приглашению работодателя. Так что проблем с трудоустройством в данном случае не возникнет.